Какой памятник установят на могиле Шатунова? Семья Юрия Шатунова объявила конкурс на создание памятника бывшему солисту Ласкового Мая. Монумент будет установлен на Троекуровском кладбище на могиле певца. В заявлении говорится, что сроки конкурса не ограничены, главное создать памятник, достойный памяти Юрия Шатунова. При этом выдвинуты несколько условий. Памятник должен быть в полный рост или выше материал бронза. Кроме того, как отмечается, в скором времени будет объявлен сбор средств на оплату работ по изготовлению монумента. Вскоре на сайте будет объявлен сбор средств на оплату памятника и сопутствующих расходов. Об этом будет сообщено дополнительно. На данный момент никаких сборов средств не производится. Остерегайтесь мошенников, добавили в сообщении. Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня. В возрасте 48 лет причиной смерти стал обширный инфаркт. Новость о том, что 48-летний Юрий Шатунов умер от внезапной остановки сердца, стала шоком для всех. Миллионы россиян восприняли смерть Шатунова как личную трагедию. Во всех дворах звучат песни «Седая ночь», «Детство», а к школе-интернату в Оренбурге, где певец провел свои детские годы, несут белые розы. Шатунов почувствовал боли в сердце. Директор певца тут же вызвал скорую помощь, но свободных бригад не было. Шатунова своими силами доставили в ближайшую больницу. Одна известная программа на телеканале НТВ показала последние минуты жизни Юрия Шатунова на шокирующих кадрах. Солист «Ласкового мая» даже не может двигаться без посторонней помощи. В медучреждении его на руках заносят друзья. Полтора часа врачи пытались запустить сердце певца. Андрей Осипов, главврач Домодедовской центральной городской больницы, ритм сердца на короткое время восстановился, но, к сожалению, поражение сердца было очень обширное. У него наступила смерть в результате острой сердечной недостаточности, которая была вызвана обширным инфарктом миокарда. Причиной инфаркта миокарда явилась оторвавшаяся бляшка, то есть тромб, который закупорил крупную артерию сердца. А ведь солист «Ласкового мая» еще полторы недели назад почувствовал недомогание. На концерте в Подмосковье Шатунов обратился к поклонникам и сказал, что плохо себя чувствует. Концерт Шатунова состоялся, певец продолжил гастрольный тур, но на отдых у него было от силы пару часов. Газеты пишут, Юру Шатунову можно было спасти, если бы скорая сразу приехала на подмосковную дачу. Усугубляющим фактором стало и то, что друзья самостоятельно транспортировали больного певца. Человека в состоянии инфаркта ни в коем случае нельзя перемещать, ему требуется строго горизонтальное положение тела. В эксклюзивном интервью программе «Ты не поверишь» Шатунов признавался за здоровьем, он особо не следит. При этом солист «Ласкового мая» занимался активными видами спорта. Коллеги Шатунова не исключают, здоровье певца могли подкосить и судебные тяжбы с продюсером Андреем Разиным. Певец четыре года отстаивал свои права на исполнение хитов группы «Ласковый май». За него горой стоял весь шоу-бизнес. Со слов друзей, Шатунов из-за судов с Разиным терял не только здоровье, но и деньги. Его выступления отслеживали, грозили многомиллионными штрафами. За исполнение хитов «Ласкового мая» пропевца придумывали небылиться, вплоть до того, что он якобы погиб в автомобильной аварии. Вот только на днях состоялось заключительное судебное заседание. Шатунов праздновал победу над Разиным. В последнее время Шатунов жил на две страны – в России и Германии. В Москве у него была однушка, а в Сочи еще одна квартира и дом, где бывала сама Алла Пугачева. Шатунов признавался, живет он скромно, несмотря на то, что его дом в Германии находится в элитном поселке миллионеров. В среднем недвижимость там стоит 20 миллионов евро. По сегодняшнему курсу это более 1 миллиарда рублей. В Мюнхене Шатунов осел после ухода из «Ласкового мая». Певец получил профессию звукорежиссера. Кумиру миллионов казалось, что он уже никогда не вернется на сцену. Вернувшись на эстраду, уже как сольный исполнитель, Шатунов вновь собирал полные залы. Отдушенной для певца была семья – жена Светланы и дети, 16-летний Деннис и 9-летняя Стелла. Солист «Ласкового мая» тщательно скрывал жену и детей от людских глаз. Они постоянно жили в Германии. Солист «Ласковое мая» тщательно скрывал жену и детей отлwidров, также секрет практик для рыбов. Продолжение следует...